Субтитры создавал DimaTorzok Привет, друзья! Сегодня я приготовлю моти Это японские рисовые пирожные с разными начинками Для приготовления нам понадобится рисовая мука обязательно рисовая также кукурузный крахмал Не знаю, можно ли использовать картофельный просто во всех рецептах я не делаю именно кукурузный Также нам понадобится мерный стаканчик Он поможет точно отмерить пропорцию всех ингредиентов для теста Захарная пудра Захар здесь не подойдет в этом рецепте обязательно пудра Также в качестве начинки я буду использовать нутеллу и мороженое, которое лежит в морозилке То есть только две начинки Думаю, этого достаточно В качестве красителя для теста буду использовать вишневый сок Ну и, конечно, воду из-под крана для замешивания теста Для самого теста нам понадобится 200 г рисовой муки 60 г сахарной пудры и 300 мл жидкости В моем случае это 250 мл воды и 50 мл сока Можно в качестве 300 мл жидкости использовать только сок Наверное, тогда же будет лучше Высыпаю все ингредиенты в емкость для замешания теста Сахарная пудра Сахарная пудра она очень, конечно, такая летучая Немножко это замешиваю И вливаю воду в тесто Конечно, это моя ошибка была Надо было использовать весь сок, который у меня есть в правильной пудры 200 мл 0 и 100 мл ваты То есть главное для такого количества рисовой муки нужно использовать просто 300 мл жидкости Не важно, какой Главное съедобный Вот вылил 50 мл сока и замешиваю тесто до образования такой однородной консистенции Вот, у меня так получилось Конечно, цвет мне не очень нравится И сейчас я сделаю то, что делать не надо Я добавляю тут еще сок но так делать нельзя потому что ну, уже не 300 мл, а больше но ничего страшного, я думаю, в принципе И вот замешиваю Затем это тесто можно приготовить двумя способами либо на паровой бане либо в микроволновке Я использую микроволновку Я использую микроволновку Ставлю на минуту это тесто в микроволновку И вот у меня получилась такой консистенции То есть по краям оно загустело немного и нужно это перемешать чтобы не было комочков Потом опять ставлю в микроволновку на пол минуты и вот он музыку сделает еще сильнее Нужно постоянно вытаскивать и помешивать Конечно, на паровой бане в этом плане проще как-то консистенцию теста мы прям регулируем Ну, в общем, замешиваю так до тех пор пока не получится очень такое густое тесто Еще покажу в дальнейшем кадре как оно должно выглядеть Рабочая поверхность нужно очень обильно посыпать крахмалом Очень обильно И саму скалку Хотя, видишь, я поняла, что скалка здесь не нужна особо Руками гораздо проще Это тесто резко Вот такое получилось по консистенции тесто То есть оно такое прямо густое но в то же время его можно накладывать ложкой Конечно, я здесь допустила ошибку Надо было подождать, пока оно остынет С остывшим тестом гораздо проще работать Посыпаю крахмалом И вот отлепляю кусочек и такой блинчиком в руках Делаю Затем, для того, чтобы слепить моти буду использовать такую конструкцию в виде чашки для кофе Вниз я положила ватных дисков несколько штук и пищевой пленкой это все накрыла И вот это такая удобная штучка для того, чтобы слепить моти тесто тесто выстелила в чашку и накладываю начинку нутеллу Конечно, я большие делаю эти пирожные много нутеллы туда я так положила да и сам само пирожное получилось очень большим Затем я это все слепляю чтобы получился такой пирожок своего рода и вот такой вот получилось Затем делаю еще вот такую но уже в качестве начинки буду использовать мороженое Мороженое Кстати, вот очень удобно с помощью чашки лепить моти Вообще, по всему всех рецептах я видела, что это делают в руках но мне кажется, не очень удобно Должно быть такое вот углубление какое-то И опять слепляю Я сделала два пирожных с нутеллой и два с мороженым Конечно, цвет полностью утратился Привет, друзья Сегодня я решила приготовить японскую сладость Моти Очень популярная в последнее время Но не во всех, наверное, кругах Вообще, если я не ошибаюсь, в японском языке нет звука ч поэтому Моти что-то между чей-то так звучит А если в кадр попала полностью конструкция то здесь глубокая тарелка со льдом и плоская с самими моти вот, кстати, во время приготовления я допустила две очень такие большие ошибки во-первых, я маловато добавила вишневый сок из-за чего они получились такими серыми поскольку я потом впоследствии много крахмала добавляла из-за этого цвет, конечно, утратился пигмент надо было вообще всю эту бутылочку сока выливать и вторая более грубая ошибка надо было их лепить, когда тесто уже остыло а я прямо из горячего теста лепила потому что я еще всю технологию не знаю вот у меня остался кусочек остывшего теста он, конечно, гораздо более такое упругое, податливое и я решила тарелку украсить маршмеллоу в силу того, что у меня они не получились нежно-розовыми, как я хотела ну, чтобы как-то это было более так красиво и, пожалуй, я попробую мне очень интересно наверное, я возьму такой вот вот первые, которые два лежат они такие более аккуратные и красивые получились это, конечно, первый мотилоком конечно, я передержала немного в морозилке давайте попробуем это вкусно блин, друзья, это просто шикарно блин, друзья, это просто шикарно к сожалению, нуделла чуть-чуть замерзла очень вкусно пахнет Субтитры сделал DimaTorzok Кстати, моти я готовлю второй раз в своей жизни Первый не помню, когда был Получилось ужасно Ну, потому что я тогда что-то все на рандоме в тесто так накидала в плане пропорций В качестве начинки был просто свежий абрикос, это было не очень вкусно Ну, в этот раз, конечно, гораздо вкуснее получилось, но все равно ошибок много Ну, две Я вот делала это из горячего теста Не знаю почему Вообще, в каком-то рецепте я слышала, что можно как-то побыстрее все делать Потому что, мол, наоборот, не нужно, чтобы тесто остывало Ну, нет Правда, если будете готовить моти Обязательно дождитесь, пока тесто остынет Оно гораздо более такое послушное, упругое Ну, по крайней мере, в моем случае так получилось Простите Давайте попробуем мороженое Они немного все-таки приторноватые Так, какой с них с мороженым Так, нет, это с нутеллой Ай-яй-яй, она уже тает С мороженым более так свежо Ай-яй-яй Д53 Води С мороженым более так pau Чувствуется Чувствуется Ничего не мая Что это Перелез С мороженым Д Marie быстро тает это очень вкусно мутелла уже немного подтаяла мне с Нателлой больше понравилось если честно конечно я их здоровыми такими сделала надо было чай заварить уж больно как-то приторно я вообще честно сказать небольшой любитель приторного поэтому уже немного подташниваю кстати нутелла очень вкусная вещь я впервые попробовала главное чтобы в привычку не вошло друзья знаете я очень сильно наелась правда я уже что-то больше не могу они конечно очень вкусные получились я советую попробовать это приготовить но уж больно они такие прям сладкие все таки наверное их нужно стараться сделать поменьше у меня они прям такие добротные получились ну что ж всем спасибо за просмотр всем спасибо за просмотр спасибо за просмотр Продолжение следует...